Уже существовала с начала 19-го года, существует раскраска литографии акварелью. Они невероятной красоты, они яркие, но в черно-белом изображении есть своя прелесть. Так же, как и сейчас, многие очень любят именно черно-белые фотографии. И назвали выставку только линия, да, потому что с помощью одной совершенно начерченной линии, какая здесь должна быть рука художника, чтобы передать и перспективу города, и настроение, и все его полутона, и его графичность, которую мы даже гуляя иногда видим, особенно в пасмурные дни, когда 50 оттенков серого, вот они все здесь есть. Вот, собственно, здесь вот хотелось показать именно мастерство художника, который только линией владеет. У него нет цветов, нет раскрасок. И все равно такие прекрасные образы. Ну и, естественно, мы начинаем с того, с чего Петербург начинался, и то, что видел Пушкин. Это, конечно, Петропавловская крепость, и это, конечно, Нева, главная улица города. И дальше все просто виды те, которые, гуляя по городу, будь ты Пушкин, будь ты друг его, Вязинский или Жуковский, или просто Горожанин, или Охтинская, Молочинцы, кто угодно. Все эти виды все видели, правда? И, конечно, вот здесь тоже в самом начале домик Петра, памятник Петру. Поскольку для Александра Сергеевича, конечно, история Петра Первого имела особое значение, и он ей занимался и знал ее очень хорошо на уровне историков того времени, что... То есть для него это не был просто один из Романовых, а это была такая вот историческая, очень важная личность в истории российского государства. Ну, а дальше... А дальше Петербург, что я могу сказать. И вот удачно, что совпало и день рождения Александра Сергеевича, и день рождения города, потому что мы можем их объединить вместе. Да, город строят архитекторы. Но вот каким-то чудесным образом, я не знаю, есть ли еще примеры в литературе, когда поэт тоже создает город. Он создал Петербург, правда? Вот его найденные слова, и их знают все. И Петербург, он воспринимается в том числе через... Я не буду цитировать Пушкина. Вы все, во-первых, это знаете, во-вторых, каждый любит что-то свое. Мне, например, нравится ей. Друг как зверя стервенела, на город бросилась. Какой образ, правда? Он описал все, что есть в этом городе. Красоту, уют, чопорность, важность, блеск, пышность, нищету. Вот это вот простор необыкновенный. Как сказать, когда создается то... В общем, то, что было на медали Екатерины, называлось «Небываемое бывает». Оно здесь явлено. И он это описал. И, в общем-то, город мы воспринимаем очень во многом именно через пушкинские слова. Он выразил то, что мы, может быть, видим, но не умеем чувствовать. Поэтому вы смотрите не на меня. Вы смотрите на те места, которые мы все прекрасно знаем. И Аничков дворец. Там по близости... Вероника Владимировна, нет ее? А, по-моему, Карамзин жил неподалеку от Аничкова дворца. И, конечно, Пушкин ходил к нему. А вот и Зимний дворец. А это здание все мы знаем, потому что здесь сейчас офис Государственного музея Исаакиевский собор и прекрасный главный штаб. Ну, понятно, почему здесь летний сад. Мы все знаем про летний сад, что он про него писал. Здесь есть воспоминания современников о Пушкине. Тоже любопытно, в том числе, как изменилось, где-то там встречается, как изменилась концовка Евгения Онегина. Вот какие-то такие бытовые сюжеты, которые тоже влияли на творчество. Это Нева, это храмы, это корабли, это жители, это Исаакиевский собор, который, конечно, не был построен в годы Пушкина. Но стройплощадка уже была, и всем было страшно интересно, что же там происходит. Это были известны чертежи Монферрана, и поэтому художники, ну, такой фотошоп 19 века. Они рисуют то, как должен был выглядеть собор, по их мнению, по мнению архитектора Монферрана, то есть чего не было. Вот замечательный каменный большой театр, который сейчас не существует, там филармония находится. Консерватория. А? Консерватория, да. Спасибо. И Никольский собор. Вот, 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 вот.